Специалисты Республиканского консультационного центра помощи родителям посетили вторую начальную школу Усть-Жигуты. Какие советы дали коррекционные педагоги? Насколько нужно быть внимательным к своему ребенку? И в какой момент нужно обратиться за помощью к специалистам? Ответы на все эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Чтобы подготовить наш артикуляционный аппарат, каждый день перед зеркалом вы должны делать артикуляционную гимнастику. Упражнения написаны здесь у вас на листике. Екатерина Коваленко пришла с дочерью к логопеду Светлане Кречетовой. Они впервые обратились к специалисту. Начало уже положено, и конечный результат будет зависеть как от логопеда, так и от родителей. Ведь упражнения для исправления ошибок в речи нужно выполнять и дома. Нет произношения буквы «Р». Хотим, чтобы нам помогли. Узнали мы, что приезжают специалисты из средств массовой информации. Как давно у вас эта проблема с произношением буквы «Р» существует? Ну, наверное, вот как только она начала разговаривать, вот это вот именно «Р» у нас западает. Республиканский консультационный центр для помощи родителям работает с 2019 года. 7 тысяч услуг уже предоставлено. Надо отметить, что в этом году консультации выездны, и после карантина это вторая по счёту. В первую очередь помощь оказывается родителям. Для этого специалисты учат их выходить из сложной ситуации, применяя различные методики, отметила директор Центра образования «Одиннадцать» Черкеска Елена Ляшова. Хочу поделиться нашей радостью. Мы послали документацию свою, проектную, на участие в конкурсе на 2021 год. Вот совсем недавно, позавчера, мы получили протокол, где наше учреждение прошло следующий этап, и мы становимся получателем-грантодателем. Предварительно пообщавшись с представителями отдела образования Узжигутинского района, для оказания специализированной помощи приехало шесть специалистов, большинство из них – логопеды. Мы попросили, чтобы они приехали во вторую школу. На самом деле детей, которые нуждаются в помощи специалистов, достаточно много. И эта школа очень нуждается в логопедах. Психологи у нас, конечно же, есть в школах, но контингент детей также очень большой, и поэтому специалисты с опытом нам не повредили бы. Но еще, конечно же, мы испытываем дефицит в дефектологах. Проблемы у детей с произношением есть не только в детском саду. Во второй начальной школе Узжигутин учатся 500 человек, и у 30% школьников нарушение в произношении букв. Отсюда и сложности в усвоении учебного материала по русскому языку и чтению. Это все приводит к неуспеваемости и сопутствующим переживаниям. А чтобы не было нарушений в устной и письменной речи, этой проблемой нужно заниматься еще в дошкольном возрасте. Благоприятным периодом для развития речи является возраст 2-3 года. Именно тогда надо интересоваться, все ли хорошо у ребенка с произношением. И даже если логопед в поликлинике скажет, что развитие ребенка соответствует возрасту, все равно надо ежегодно посещать логопедический кабинет, чтобы отслеживать динамику формирования речи. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.